Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Поэма «Наложница», глава седьмая. Летели дни. Свои свидания Елецкой с Верой продолжал. И с каждым больше упования любви своей он обретал. Увы, старательно скрывая заботу сердца, между тем, наверное, дева молодая с ним не обмолвилась ничем, но не владела выражением лица невинного она. На нем со всем ее смятеньем была душа ее видна. Любим я, с ропотом и мукой Елецкой сам себе твердил, великий пост уж подходил и с Верой скорою разлукой, разлукой долгою грозил. Всей недели покаяния у Волховского балов нет. Затворит дом ему сосед. — Нет, — мыслит он, — до расставания во что бы ни было должна решить судьбу мою она. Он ждет удобного мгновения, и Вера, время разлучения, предвидя, днями дорожит, и их считает, и грустит. Уехал дядя в тихой зале при свете двух свечей одна твердила на своем рояле урок докучливой она. Полна душой другой заботы, насильно всматривалась в ноты. Вдруг, протянувшись перед ней, закрыла их рука чужая. Ветр пошатнул огонь свечей. Вздрогнула дева молодая, оборотилася, глядит. Елецкой перед ней стоит. — Не беспокойтесь, ради бога, какая странная тревога у вас написана в глазах. Я вас прошу, не уходите. Чего боитесь вы? Сидите, я все скажу вам в двух словах. — Я не могу остаться с вами. Падите. Разговор такой, мне неприличен. Боже мой! Одна я, видите вы сами. Падите. — Наперед я знал, что я застану вас одною. Одну я видеть вас желал. Остаться должно вам со мною. Вам должно выслушать меня. — Оставьте до другого дня. Я умоляю вас, падите. Мой дядя будет в тей же час. — Один вопрос. Люблю я вас, вы это знаете. Скажите, я равнодушен вам или нет? — На все, на все один ответ. Падите. — Вы ли говорили? Я ль слышал вас? И не во сне. Я нелюбим. Зачем же мне давно вы это не внушили? Своей холодности зачем вы мне тот час не показали? Зачем, скажите, мне внимали вы так приветны между тем? Зачем, глаза мои встречая, не отводили ваших глаз? Зачем дышала всякий раз в них дума, нежная такая? Дитя, кокетки записной, постигнув опытную ролью, признайтесь, вы играли в волю моей безумной душой. Кто б мог подумать, в ваше лето мою любовь мне не забыть? Желал бы я ее предмета не презирать. Но так и быть, прощайте. — Нет, такого мнения я не оставлю ни за что. Не правы ваши заключения. Я прямодушна. Я не то сказать хотела. Нет. Просите руки моей, и если... Вы... Вы мне об этом говорите? Я давний ужас всей Москвы. На наш союз ваш дядя строгий не согласится никогда. Молитвы будут без плода. Нет, вера, нет. Другой дорогой идти нам должно. Для венца сегодня ночью у крыльца я ждать вас буду. Все готово бежать со мною. Дайте слово. Любовь слепая мне нужна. Решитесь. Я изумлена таким нежданным предложением. Нет, это будет преступлением. Нет, я и думать не хочу. Я так ужасно огорчу того, который... Все забудет. Будет. Он нашим счастьем счастлив и напоследок справедлив. Он и ко мне, наверное, будет. Ему... Вам нужно ль обещать? Я буду сыном самым нежным. Страдал я долго безнадежным. Ах, вера, снова ли страдать? Меня вы любите. Судьбиной оставлен нам исход единый. Ах, вера, вера, сердце в вас. Сей миг решительный измерит. Меня печально разуверит в нем малодушный ваш отказ. Все, все он кончит между нас. Бегите, вера. Дайте руку не на ужасную разлуку, с которой не сживуся я, но на союз святой и вечный, мой милый друг, мой друг сердечный. И скажи, не правда ли ты моя? Люблю, люблю я вас. Но что же? Что предлагаете вы мне? На что решусь я? Боже, Боже! Подумать дайте в тишине. Я знаю. Горестная мера. Но ты ль не видишь? Нет иной. Решись. Не нынче. Нынче, вера, сегодня, друг бесценный мой. Недолго дева молодая еще противилась ему. Он нежно к сердцу своему прижал ее, лицом пылая, потупя взор, склонив главу, она умом изнемогала. И ни во сне, ни наяву свое согласие прошептала. Елецкий ликовал душой. По темной улице домой он шел походкою веселой, но у порога своего остановился. Ум его смутился, думаю, тяжелый. Там Сара в голове своей уже Елецкой принял меры, чтобы неприличной встрече с ней вновь не подвергнуть милой веры. Москву с невестой в эту ночь покинет он. Обряд венчальный он совершит в деревне дальней. Он все предвидел, все точь-в-точь обдумал. Сары он не знает, любовью в ней не почитает, по нем расчетливой любви, не верит в ней ревнивой муки. Из них любую призови, все тверды в нужной им науке. Так мыслил он. Но в этот миг, или Сару лучше он постиг при наступающей разлуке, упрек в душе его возник. На тот же час его внушенье он опроверг в уме своем и, отряхнув недоуменье, вошел в свой дом, где в то мгновенье и Сара думала о нем. Глава восьмая Грустила брошенная Сара. Но в этот вечер было ей еще грустней, еще тошней. Почти болезненного жара была тоска ее полна. В своем волнении она платком в лицо себе махала. Прохлады воздух не давал, но кровь ей пущи волновал. Иглу к работе принуждала, колола пальцы ей игла. Гадать цыганка начала, еще тошнее. Карты врали, когда ей счастье предрекали, и наводили страх, когда в них выходила ей беда. Их со стола она столкнула, шитье отбросила, вздохнула. На стол, локтями опершись, цыганка стиснула руками чело, и с мятыми кольцами в круг пальцев кудри обвелись. Закрыв глаза, она сидела. Вдруг шепчут. — Сара! Сара! К ней, в покой из боковых дверей, цыганка старая глядела. — Ненила, ты? Води скорей. Я заждалась тебя, Ненила. Совсем я брошена, совсем. Не укажу ему ничем. Хотя бы ты мне услужила. Что, принесла ли? — Принесла. Да уж на силу добрела, метель такая закрутила. — Гляди-ка, вот твое вино. Уж удружить тебе оно. — Спасибо скажешь. — Ах, Ненила! Верь, ты мне душу уворотила. Я полюблюсь ему опять. Да полно, правда ли? Что мне лгать? Лишь даясь пить, сама увидишь. Он обвенчается с тобой, как с Фимкой Павел Удальской. А там меня ты не обидишь. Тут трафта, трафта, бахиком, весь день ни пив, ни е в колдуньи. Сбирать их надо в полнолунии. Да нашептать еще потом. Ты мне поверь, моя красотка. Придут благие времена. Как я тобой одолжена? Но там идут, его походка. Поставь подарок свой на стол, да и прощай. Уйди, отель, уйди скорее. В самом деле Елецкий в комнату вошел, в глазах его была суровость. Пред Сарой молча он ходил, речь, наконец, к ней обратил. Тебе сказать я должен новость. С тобой я скоро расстаюсь. Послушай, Сара, я женюсь. Лицо у Сары побледнело и загорелось в тот же миг. Нож острый в сердце ей проник. Оно то стыло, то кипело. Хотела б смертная тоска излиться воплем и слезами. Рвалися бурными волнами у ней попреки с языка. Но эти первые движения она в себе перемогла и голос мирный обрела, хотя дрожащие от волненья. — Давно я этого ожидала. Не удивишь меня разлукой, — сказала Сара. — Долгой мукой я приготовлена была. А скоро ли свадьба? — В доме этом я не ночую. Не жалей о старине. В судьбе твоей я обязуюсь ответом. И уж подумал я о ней, — довольна будешь. — Мне не нужно постылых милостей твоих. Не беспокойся, и без них с тобой расстанусь я дружно. Пенять не буду я тебе. Желаю весело, счастливо. Теперь не то. Какое диво! Не все стоять одной судьбе. У нас верна одна могила. А кто на свете долго мил? Как ты сегодня разлюбил, так я бы завтра разлюбила. За что сердиться? — Очень рад. Дай руку, Сара. Пред тобою я совершенно виноват. Я вижу, выше ты душою, чем полагал доселе я. Ты не притворщица пустая. Обыкновенье ваше зная, я ждал упреков, слез, вытья. Спасибо, нет их. Без сомнения, простимся дружно мы с тобой. Мила ты, Сара. Плачь и вой в душе. Ну что до сокрушения? В слезах и воплях толку нет. Мы расстаемся, власть господня. Простимся весело. Сегодня я именинница, мой свет. В последний раз мое здоровье-то должен выпить, но до дна. Как в старину. Смотришь условия. Не то сейчас заплачу. На. Твое здоровье. Рад душою. И вот, ни капли нет на дне. Теперь довольна ли ты мною? Спасибо. Сядь же ты ко мне. Поговорим по старине. И с равнодушным послушанием к ней на диван Елецкой сел, но далеко уже мечтанием он на часы свои глядел. Скажи мне. Сара продолжала. Судьбою новою своей доволен ты. А что? Ей-ей. Я коротко твой нрав узнала. Не переменишься ты в нем. Привык ты к беззаботной доле. Возгольной жизни, вольной воле. Стошнишь порядочным житьем. Наскучит. Твердо предрекаю тебе и милая твоя. Тебя наскучила же я. Жаль, бедный. По себе я знаю. И слишком знаю, каково. Как я бы выла и рыдала, когда бы в тайне не питала еще у сердца моего одной надежды. Полно. Что ты? Все были кончены расчеты. Что за надежда? Брежу я. И как равняться я посмею с невестой счастливой твоей? Они — единая мысль твоя. Ты ею дышишь. Ах, царица. Царица светлая она. Я перед нею пыль одна, но в ум придет же не мылиться. Забудь любовь свою на час. Какая разница между нас? Что я цыганка уродила, что нет за мной сел, хором, что говорить не научилась я иностранным языком. Вот все. Не шутка, очень знаю. Но сердцем я не уступаю твоей невесты. Чем она любовь поныне доказала? Какие слезы проливала? Что перенять была должна? А я? Что слез я источила? Каких обид не проглотила? Молчание горькое храня. Ты разлюбил. Я все любила. Ты гнал безжалостно меня. К тебе я злобному ласкалась. Как собачонка. Рассмотри меня получше. Говори, такая ли я тебе досталась? Глаза потухнули от слез. Лицо завяло. Грудь иссохла. Я только-только что не сдохла. Ты все молчишь? Тебе нанес я много горя. Я не ведал, когда другой мой жребий предал, что ты... Но что со мною? Свет в глазах темнеет. Все кружится. Мне дурно, Сара, дурно. Нет, я знаю, что в тебе творится. В душе метущейся твоей я чудным чудом оживаю. Разлучницы проклятой в ней бесовский образ погашают. Бледнешь ты. Не мудрена измена мне, а ей страшна. Будь я теперь моя судьина. Томись она, крушись она. С тоски иссохни, как лучина. Умри она. Ты мой, приди, прижмись опять к моей груди. Очнись от пютого угара. Приди, и все забуду я. Узнай меня, узнай. Я Сара. Я Сара прежняя твоя. Цыганка страстными руками его, рыдая, обвела и жадно к сердцу повлекла. Глядел он мутными глазами, но не противился. Главой он даже тихо преклонился к ее плечу. На нем немой, казалось, томно позабылся. По грозной буре тишина влилась отрадно в сердце Сары. Он мой, подействовали Чары, с восторгом думала она. Но время долгое проходит. Он все лежит. Он все молчит. Едва дыхание переводит цыганка. Милый мой. Он спит. Проснись, красавец. Зов бесплодный, миг страшной истины настал. Она вгляделась. Труп холодный в ее объятиях лежал. Конец восьмой главы поэмы «Цыганка». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...